В прямом эфире Эрба Кауфа. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. На инвестиционном часе власти региона рассмотрели инвестпроекты в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму более миллиарда 600 миллионов рублей. Первый – это строительство молочного комплекса в Илишевском районе с объемом инвестиций почти в полмиллиарда. Выход комплекса на проектную мощность запланирован в 2021 году. В рамках проекта построят несколько коровников общей вместимостью 1600 голов. Инициаторы проекта просят господдержки на покупку оборудования из кота, а также строительство инженерных коммуникаций. При этом срок окупаемости проекта при наличии господдержки 4 года. Без нее на 2 года больше. Здесь у нас такой достаточно удешевленный уникальный вариант, когда стены поднимаются и используется пленка ПВХ, произведенная и конструкцией Илишевским РТП. То предприятие, которое тоже развилось, оно загружается и местное производство, а этот же племенной завод дальше увеличивает на 1200 дойного стада. Соответственно, мы получаем промышленное, индустриальное, чистое, натуральное молоко. Еще один инвест-проект в сфере АПК – строительство завода по производству рапсового масла и элеватора с объемом инвестиций в размере более миллиарда 100 миллионов рублей. По мнению экспертов, данная продукция будет востребована в стране и станет рентабельной при наличии необходимой сырьевой базы. Исполняющей обязанности председателя Государственного комитета Башкортостана по предпринимательству и туризму стала Римма Бойцова. До назначения она около двух лет руководила республиканским подразделением Российского экспортного центра. Прежний глава Госкомитета Вячеслав Гелезидинов освобожден от должности по собственному желанию. Об этом сообщили в администрации главы республики. Трудовую деятельность Римма Бойцова начала в 2001-м, преподавала в Санкт-Петербургском госуниверситете экономики и финансов. С 2005-го занимала руководящие должности в российских и иностранных компаниях. В 2012-м перешла на госслужбу в правительство Москвы. Новое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего первого заместителя прокурора Башкортостана Олега Горбунова. Расследованием занимается Следственный комитет России. По сообщению ведомства установлен очередной факт получения Горбуновым взятки в размере 3 миллионов рублей. По версии следствия, таким образом, экс-зампрокурора намеревался добиться прекращения расследуемых в его отношении уголовных дел. Напомню, ранее ему было предъявлено обвинение в получении двух взяток в особо крупном размере. Наряду с Горбуновым к уголовной ответственности по делу привлечены 8 лиц, в том числе бывший заместитель начальника управления прокуратуры Башкортостана Артур Шереддинов и прокурор советского района Уфы Рамиль Гарифулин. Об этом нам сообщили в Следственном комитете. Первая группа сибайских детей вернулась из Крыма. 250 школьников отдыхали в Евпатории две недели. Ежедневно ребята проходили оздоровительные процедуры в санатории, а также побывали на экскурсиях в Симферополе, Ялте и Севастополе. По словам руководителя группы, ребята получили массу новых впечатлений и положительных эмоций. А главное, существенно поправили здоровье. Дети практически полностью перестали кашлять. В Крым юные жители Сибая, где сложилась неблагоприятная экологическая ситуация из-за выбросов вредных веществ в результате тления руды на заброшенном карьере, отправились по приглашению главы полуострова Сергея Аксенова. Власти Крыма взяли на себя все затраты на отдых и оздоровление детей из нашей республики. Уже 10 марта в Крым отправятся следующие группы из 250 ребят. Еще порядка 100 юных сибайцев отдыхают в санаториях нашей республики. Здесь финансовую помощь оказал выходец из Сибая, сопредседатель деловой России Андрей Назаров. О новостях у меня все. Далее проект РБК-обозреватель и проект интервью не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова